Так вот, что треба зарабить? Вы каждый вечер зараз слухаете программы кандидатов. И вы, мабуть, убачили уже, что они вельми однольковые. Это не тому, что у кандидатов там фантазии не хапаете, что... Просто есть опыт, есть сусветный опыт, есть опыт наших суседей, которые провели реформы. Ну, вы памятаете, что у конца 80-х, кто старейший, початку 90-х, тут у нас было вельми багато поляков, которые там усим гандлявали, там тресли этими трантами, как нечто купить, продать и выжить. Але у них была свобода. И они зарабили реформы, и где зараз те поляки? Где зараз их заробки, як они зараз живуть? И вот, есть инши окраины, есть опыт. И этот опыт, когда его узять, проанализовать, то вымалеваться одна и та же программа. И там вот, кошный вечер, мабуть, эту программу вам кандидаты доводят. Ну, первое, с чего, как за все, где треба пачинать, это с экономики. Как нашу экономику уратовать? Ну, вельми просто, треба притягнуть инвестиции, гроши, технологии, системных инвесторов, які отдали по выход на інши рынки, а не только на один, як мы працуем. Гэта визовочно. Другое, малый бизнес, у інших краинах, он дае большую частку валового внутренного продукта. Ему просто треба дать дыхать и развиваться. Треба справоздачу для них, справоводство, успрастись, ну, немая гэты чылэк, які своими руками машыма там со своей семью працюе, бухгалтера нанять. Лицензии треба, ка прасе, отрюмовали. Говоришься, рэш, каб наймали работников просто. Это ж, ну, працовные мессы. Наво што это душить? Вельми важно, ка праца была. Тому занятос треба. Занятос треба давать гроши не на праедань, не на гэтых восемь спецслужбов и армию чиновников, а у проекты, які тычыцца инфраструктура, гэта дороги, сувеси, гэтагдалей. Барэш, тэрэст, каль казаць про працу, ну, гэты ганебныя контракты, стопрацентныя, як у нас, их трэба адменяць, гяко становище людей поставили. Это любого дробного начальника, у прибирающихся нават павинна, баяцца чыхнуць ёго бок. Што гэты, нікуды, нигде гэта больше нема. Максимум 10 процентов. Мэнэджеры вышейша звена по контрактах ў свете працуюць. А у нас все. На вошто гэты зроблено. Барэш, тэрэш, тэрэш, вот это размеркованне ганебныя, таксама трэба адменяць. Пенсию пенсионерам трэба привязать жорстка до заробку. Капаны, не шакалі там рука гэта, дасям, тэни дасям, па закону, дайте, належыць. Тэма укладаў. Пад выбары кожная падымалася, зараз ўже маучаць. Думаць, што людзі забыли. Абакралі народ. Мы не забыли. Вярніця нашы грошы. В Украине выбары ёсць, вярнули большу участку. Тяжка, грошы нема, знайшли і вярнули. І тут знойдыць. Ёсь грошы там, на нафте колькі спекулявалі. Вярніця гэты грошы людям. Льготы. Павінны быць льготы для дзятей і для пенсіонерав. Зараз гэтай пенсія, сядяць па кватырах, праехаць навад, дасяброўките, дасяброўгостіні машыма, копейку ту баяцца патратець. Бацькі школьніка ў секцыі не отправляюць, бо дораго еззззіць. А гэта ж... Развіццё новага пакалэння. Што іще трэба зарабіць? Палітычныя реформы. Бо без іх нічо не отрымаецца. Гэта ўлада зарабіць цято не може, хатя інші разам і спрабуя. Таму што трэба палітычныя реформы. Найперш трэба сумленныя выбары. Кабыў парламент нормальны. Кабы не ад одного чалавека там все залежыло. А як парламент вырошыць? Як дэпутаты, які нас представляюць, яких мы выбрали на сумленных выбарах, як яны вырошыць? Які закон прымуць? Тады будзе стабільнаць. Трэба, кабыў суд незалежны. Не это як зараз там с сумленням по телефоне раюцца. А незалежны суд был. Трэба, кабы мы выбирали ўсіх регіональніх керівніков. Вы бачите, як змінецца поводзіны мэра, калі ўсаправды стане мэром, будзе обирацца людьми. І он будзе уже глядеть на вас, будзе бояться вас покрюдзить, а не начальства сверху. І на конд геопалітичных праблем. Бо гэта часто пытаўцца. Ведаеце, краіна невяліка. І сабрава трэба з усіми. То е, што ў нас ёсі стратегічне партнерство з Росіей, економічний союз. Это вельми важна для нас. Это дае нам шанец, отримоваць нафту, гас па самых низких коштах. І такі рынак адкрываецца. Але трэба і інші абакісті. Я лічу, што Беларусь павінна інтегравацца і ў европейску простору, ў економічну, наэперш, ў візовую і ў палітичну простору. Вось тое, што мох бы зробіць нормальны прэзэдэнт, які был бы абраны. Але, на жаль, гэта га нема. Я скажу пачыму. Я хочу быть честен с вами. І обманувать я вас тут не собираюсь. Я могу много расписать вам там золотые горы, но не буду этого делать. Потому что я считаю, что выборов у нас нету. Выборы фальсифицируются. І сейчас эти выборы планируются сфальсифицировать. Укрась ваш голос, голос ваших родних, миллионов беларусов. Альтернативні кандидаты в цьому спектакле играють роль статистів. І результат спектакля уже известен. Вы знаєте, я офицер. Я живу по другим правилам. Я не буду играть в этом спектакле. Вы тогда спросите, зачем, если я не собираюсь там обещать там великолепные программы, обещать золотые горы, когда я стану президентом, когда я сразу говорю, выборов нет, зачем я иду на эти выборы? Отвечаю. Я хочу добиться вместе с вами, чтобы выборы были. Чтобы этот позор, единственная страна в Европе без выборов был прекращен. Один человек не в состоянии это сделать. Это сделать можно только нам вместе. Первое. Не участвуйте в предварительном голосовании пятидневном. Ваш голос украдут. Обязательно проголосуйте. Но 19 декабря. Если вы не проголосуете, они проголосуют за вас. И когда вы придете восьми часам вечера, вы увидите подпись против своей фамилии. Наконец, можно собрать 10 подписей среди соседей и стать наблюдателем в участковой комиссии. Требуйте, чтобы бюллетени считали публично при вас. И, наконец, надо оказать давление на власть. Для этого надо принимать участие в массовых акциях альтернативных кандидатов. Первая такая акция состоится завтра в Минске в 18 часов на Октябрьской площади. Приходите. Я там буду. Дорогие соотечественники. Вы знаете, в других странах иногда говорят, нам повезло, нам, нашему народу с президентом или не повезло с президентом. У нас, любому президенту, уже повезло с народом. Потому что народ наш трудолюбивый, спокойный, образованный, законопослушный. Давайте же сделаем так, чтобы нам, наконец, повезло с президентом. Чтобы у нас был достойный президент. И еще. Много сегодня сказано мной вещей неприятных. Но все-таки я верю в то, что 9,5 миллионов человек образованных, толковых, трудолюбивых по средине Европы не пропадут. Все будет хорошо. Подпустим ближе и проверьемся. Всего доброго вам. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин